Уметь управлять людьми. Я думаю, что все это очень актуально и для больших бизнес-корпораций. Классификация компаний как команд в сравнении с командами? Да, цель этой программы показать, как в футболе люди общаются в раздевалке. Я начал за это время заниматься и йогой, и больше теннисом, и рисую. Вдруг у человека плохая физика, но очень хорошая. Вообще, вообще не важно. Вы смотрите на другое. Конечно. Всем привет! Это проект Нурникель Сторис Интервью. Мы находимся в Чите. Леонид Викторович, мы находимся с вами в Чите. Расскажите, что вы здесь делаете. Я приехал по приглашению руководителя Быстремского ГОКа для того, чтобы не то, чтобы почитать лекцию, а встретиться с сотрудниками руководящими. Потому что очень часто формирование спортивных и футбольных коллективов совпадает с формированием больших, крупных предприятий, корпораций. Нужно распределять лидеров, нужно уметь управлять людьми, нужно совмещать индивидуальную командную мотивацию для роста, нужно использовать вертикальные, горизонтальные сферы развития людей. Ну и параллельно, коль уж здесь оказались, еще планирую посетить и футбольную школу, дать мастер-класс, открытую тренировку и, соответственно, сфотографироваться и пообщаться со всеми желающими. Высший тренер сборной России приезжает обладатель, трижды чемпион России во футболу с командой ЦСКА, дважды обладатель Суперкубка, дважды обладатель Кубка России. Три-четыре, встречайте Леонид Викторович. Мне хотелось спросить, как раз вас часто приглашают как бизнес-тренера, именно с точки зрения бизнеса рассказать, как все работает? Ну не с точки зрения бизнеса, чуть-чуть не так. Вернее, наоборот, через футбол рассказать? Ну, то есть, потому что футбольные коллективы, наверное, самые сложные в своем построении. То есть ты руководишь двадцатью миллионерами, там очень высокие конкуренции, все амбициозны и так далее. Я думаю, что как управлять сложным коллективом, как распределять лидерство, функции между этими игроками, как выстраивать лидеров друг с другом, как сделать так, чтобы индивидуальный рост считался там с командным. Я думаю, что все это очень актуально и для больших бизнес-корпораций, коллективов, я не знаю, предприятий. Просто в футболе это все очень остро выражено. Квинтэссенция просто всего. Потому что ты вот выходишь каждую субботу, и вот ты или царь, или ты никто, или ты изгой. То есть в бизнесе, наверное, такого нет. Но глобально процессы, я думаю, что очень похожи. Меня спрашивают, а что улучшить, вот как нам преодолеть слабые стороны, вот у меня там ребенок вот это не умеет, это не умеет. Они там берут огромное количество индивидуальных тренировок, там лишают ребенка детства и все прочее. И я все время пытаюсь вам сказать, что физиологически, я думаю, что это связано не только непосредственно с физической деятельностью, но и с мозговой тоже. Всегда эффект от работы над сильными качествами гораздо выше, чем когда ты подтягиваешь слабость. А много вы читаете таких лекций? Не лекций, точнее тренингов проводите? Ну, я могу сказать, что я когда работал в ЦСКА, я вообще выступал в Сколково на постоянной основе. И Сколково очень часто проводила для топ-менеджеров различных компаний такие вещи. Потому что футбол, ну, это тоже самый коллектив, формированный только в обостренном виде. Потому что каждую субботу или каждое воскресенье, как знаменитый фильм Every Given Sunday, ты можешь видеть результат своей работы. И поэтому очень часто вещи совпадают, но просто в футболе это все, так знаете, гиперболизировано и очень на таком большом нерве проходит. Поэтому мне кажется, действительно опыт, тренерский опыт в формировании сложных коллективов, он очень сопоставим с опытом формирования каких-то сложных, больших коллективов с такими большими, глобальными, амбициозными задачами. У меня есть огромное количество примеров, которые, когда ты рассказываешь, они из жизни, и многие знают этих игроков, многие понимают, как это устроено, как это работает. То есть слишком уж яркие образы и слишком яркие примеры. Выпукло более. Да, поэтому я всегда, то есть у меня нет там презентации в разных программах и все прочее. То есть, как правило, все-таки это живое общение, и мы говорим о том, что людям действительно интересно, и я стараюсь быть не банальным, разнообразным, и приводить большое количество реалистичных примеров. Что из себя представляет российский футболист, и мы берем среднестатистического понятия, что они есть это, бесконечное нытье на то, что что-то не так. Да, то есть, блин, например, клоу меня не ставит, но вот этот меня не оцеливает, ну вот тут так нельзя, а здесь не посмотри, кого он выпустил, а кого они взяли в команду, да они там вообще что-то соображали. То есть бесконечная такая, знаете, экспертиза от человека, который лучше бы спонцентрировался на своей собственной деятельности. Англичанин был, ты ему приходишь и говоришь, так, сегодня мы, там, не знаю, лезем вон на ту гору, он такой, да, сэр, и понесся. То есть, это люди, которые вообще не оценивают руководителя, они просто в умном. Какой критерий у вас? Интерес. Интерес. Да. Ну, как бы, на самом деле два критерия, буду откровенным, потому что на мне все-таки лежит очень большая нагрузка по содержанию моей школы в Болгограде. Угу. Поэтому критерия два. То есть, это финансовый все равно фактор, потому что, ну, это просто важно, да, для меня содержать школу, и я все-таки, там, не Галецкий, и не Абрамович, и не Газпром, и не Лукойл, вот. Поэтому финансовая составляющая. И второе, мне интересны именно вот люди, коллективы, как это работает, потому что… И знаете как, очень интересно, у меня был такой опыт, я когда работал в ЦСКА, еще не было школы, меня приглашало все время Сколково читать. Угу. И всегда в мужских коллективах находились болельщики, которые были тобой недовольны. Ну, как бы, что-то там, считали, что ты не соответствуешь уровню, или мы там плохо сыграли, или что-то еще. И вот, знаете, так, завоевать аудиторию, которая к тебе изначально не очень сильно расположена, ну, тоже такой, знаете, такой челлендж определенный. Да. И так, как бы, это часто бывает очень правильно построить, потому что это все вытекает из профессиональных навыков в том числе. Там, как нового футболиста встроить в команду, как лучше это, как сложные углы, какие вопросы, как ответить. Ну, то есть, как бы, это на самом деле, ну, то есть, тоже такой вопрос личностного роста, потому что, когда ты общаешься с большими руководителями, с людьми с богатым опытом, то, как правило, ты учишься не только на ответах, но и на вопросах, конечно. Угу. Ну, а просят прямо уже предметно, они вот не общую лекцию, да, как команды собирают? Просят вот сказать, оцените наш коллектив как команду. Бывает такое, но для этого надо, чтобы они в футбол поиграли. Такое бывает. А, вы все равно через футбол смотрите? Конечно. Конечно, а как я, я так просто, это знаете как, мы когда иногда собираемся играть в мафию, и там кто-нибудь там сидит и говорит, а вот я ничего не буду говорить, а вот попробуйте раскусить, я мафия или нет? Я говорю, ты вообще, что ли? Умер сходиться. Я говорю, это, в принципе, игра на то, что ты говоришь, и друг друга все раскусываются. Потому что прийти к доктору и сказать, а я не буду говорить, что у меня болит, догадайтесь сами. Как? Как ты догадаешься? Ну, то есть, как бы, это невозможно, если ты не сбит его экстрасенсов. Поэтому, поэтому на самом деле, когда, если прям были такие задания, когда говорят, можете, вот у нас коллектив будет играть в футбол, вы там посмотрите, посудите, и потом нам дадите вот ваши какие-то выкладки по определенным людям. И футбол очень хорошо характеризует, кто, знаете, кто там берет ответственность, кто ее боится, кто узкопрофильно, но на своем месте ответственно выполняет, кто только языком играет. Знаете, как три стадии у футболистов есть, когда сначала ты молчишь и играешь в футбол, а потом ты разговариваешь и играешь в футбол, а потом, когда ты только разговариваешь и футбол играешь. Поэтому вот так же есть и в коллективах. Все-таки футбол это стрессовый вид деятельности и часто люди себя проявляют совсем иначе, чем в более какой-то комфортной среде. Вдруг у человека плохая физика, но очень хорошая. Вообще неважно. Вы смотрите на другое? Конечно. Мне не важно, как они играют. Я не оцениваю уровень мастерства ни в коем случае. Я оцениваю именно личностные качества, которые проявляются или не проявляются в стрессовой ситуации, которой является футбол. И поэтому там даю какие-то рекомендации. Я просто сразу примеряла на себя, что бы я делала. Я бы, конечно, бегала как сумасшедшая, не зная и все, лезла бы. Ну вот уже. Значит вы старательная, активная, пытающаяся даже в том, что если у вас что-то не выходит, тем не менее приносить максимальную пользу коллективу. То есть это уже очень показательный момент. А кто-то может встать в сторонке и сказать, ну, мне сейчас еще ножку тут поранят или там я там не смогу там ходить как-то это или буду хромать. Поэтому очень-очень по всякому. В зуме обсуждаем предварительно какой запрос, что, например, такую философию исповедует та или иная компания. И ты всегда можешь в футболе найти пример, который сочетается, который подтверждает и который работает, но еще раз говорю, очень так, когда в лоб приводишь пример, это сразу так. То есть у вас может быть классификация компаний как команд в сравнении с командами? Да, потому что знаете, как есть звездные команды, где там много лидеров, там все звезды, там к ним на хромой кобыле не подъедешь. Да, есть команды попроще, где и коллективы попроще ребят. Также есть и компании. Где-то строят дружескую атмосферу, где-то наоборот берут всех топов, 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 чтобы за счет них добиться результатов. Поэтому это очень похоже на формирование спортивных коллективов. Вы ходите на многие шоу? Вас даже критикуют? Не даже, а критикуют. Прям сильно критикуют. Как вы с этим справляетесь? По барабану. По барабану? Да, знаете как, очень, ну, значит, все, что сравнимо с футбольным хейтом, это вообще не хейт. Потому что как тебя критикуют после поражения неудачных матчей, то есть вот это да, это лови. А когда там тебя критикуют за какое-то юмористическое шоу или какую-то пародию, ну, то есть это, как в том анекдоте, слабое подобие левой руки. Поэтому ты очень толстокош в этом плане. И, на мой взгляд, нужно научиться не зависеть от чужого мнения. Это знаете, как раньше у меня мама все время там жила, там и бабушка, что подумают соседи, что скажут люди, как это воспримут и так далее. Да, все равно. Если мне это интересно, прикольно, нравится, я получаю от этого огромное количество эмоций, удовольствия, общаюсь с новыми интересными людьми, мне вообще абсолютно все равно, чтобы они... То есть я нахожусь уже в том возрасте и в том статусе, как, помните, как в служебном романе, когда она сказала... Да, у меня уже пора скомпрометировать. Я уже давно должна была быть скомпрометирована, да. Вот. Настолько была безупречная репутация. Поэтому здесь похожая история, вот. И что касается вот условно-медийной составляющей, то я иду на те проекты, которые реально мне интересны. Чем сейчас вы увлечены больше всего? Ну, у меня сейчас большое количество действительно проектов и спортивных, то есть у меня есть четыре программы в Коммент-шоу, Коммент-тренер, Коммент-лайв, Коммент-превью. Программа «Но так нельзя». У меня есть амбассадорские контракты и обязательства с Тиньковым, с букмекерами в компании «Тенниси». Программа есть на Первом канале. Ну, то есть плюс я все-таки продолжаю заниматься активно своей школой, пока появилось чуть больше времени. Поэтому на самом деле много проектов, и они все больше и больше появляются, и есть все больше и больше предложений. И это очень интересно, но мне очень нравится. Потому что это необычно, это ярко, и это главное, что приносит большое удовольствие. Если вы смотрели, самая захейтенная программа – это «Но так нельзя» с Артемом Дзюбой. Причем удивительная история, что вся футбольная общественность эту программу захейтила, но на официальные премии РПЛ года приз самого медийного игрока из моих рук получает Артем Дзюба за программу «Но так нельзя». Я все время говорю, блин, ребята, это логика. То есть вам не нравится, вы сказали, что она плохая. Но вы даете премию. Я смотрю самого медийного игрока, и более того, все смотрят. Все смотрят. Когда говорят, ну, говорит, я не смотрю, но мне не нравится. Ну, то есть неправда. Смотрят абсолютно все, и там бьются все рекорды. И именно вот эти QPA, которые есть в спортивном, как бы, блоке ютубовском. То есть эта программа, она просто номер один, она произвела фурор. И на самом деле цель этой программы показать, как в футболе люди общаются в раздевалке. То есть это футбольная раздевалка, это бесконечные шутки, прибаутки, там, подколы друг на другом, там, попытка получить какую-то психологическую инициативу. А вторая сторона должна, соответственно, выстаивать во всех этих вопросах, потому что это связано со спортом. Там тоже бывают сложные моменты, где иногда надо уступить, где иногда надо промолчать, где иногда надо словесно, в том числе, атаковать. Мы говорим о том, что, ну, так нельзя, наверное, общаться с нормальным людям, да, там, в обычной среде. Но, тем не менее, это факт, это так происходит, поэтому было желание сделать первое. А кто придумал этот формат? Я придумал. Я придумал этот формат, то есть, как бы, вариант такой футбольной прожарки. Понятно, что есть редакторы у программы, которые там продумывают каждого героя истории, как к нему подойти и все прочее. И если Артем просто бесконечно импровизирует, да, то все-таки я там, как ведущий этой программы, должен идти по сценарию, там, соблюдать какой-то тайминг и все остальное. Поэтому, ну, тоже такой очень прикольный опыт быть, по существу, ведущим юмористической программы, еще параллельно и по существу ее участникам, а иногда и объектам для шуток. Поэтому, ну, мне нравится, мне кажется, что это очень необычно, интересно. Поэтому, кому не нравится, еще раз повторяю, знаете, как говорят, боже мой, что подумают дети, да, стоит 18+. Не надо детям смотреть эту программу, хотя, например, я могу сказать, что там мальчишки, там, в моей школе смотрят и с огромным удовольствием. Поэтому не надо быть ханжами, да. Все в достаточно ранном возрасте уже знают те слова, которые иногда употребляются, особенно в мужских коллективах. Поэтому мы не считаем это чем-то зазорным. И большое количество YouTube форматов, такие как ЧБД, да, я ни разу не слышал претензии, что, боже мой, там не смотрят дети. Ну, стоит 18+. Пожалуйста. Уже вопрос родителей не дать ребенку возможность смотреть, если родитель считает, что, то есть, это контент не для ребенка. Ну, что вдохновляет вас, кроме футбола, конечно же, просто люди? Да, меня очень вдохновляют люди, потому что, когда ты встречаешь ярких, заряженных, молодых, как правило, да, потому что все-таки им больше свойственна энергичность, хотя не только молодым, то люди тебя очень многое на что двигают. То есть, и так было всегда, то есть, если я реально встречал какого-то человека, который вот меня одухотворял и говорил о том, что вот мы свернем горы, я всегда безумно верил и пытался. То есть, у меня даже профессиональная тема, это больше человеческая история, потому что во всех командах, в которых я работал, у меня остались прекрасные отношения и с коллегами, и с футболистами, и с руководителями. Мы общаемся по сей день, многие из них прям составляют мой близкий круг общения, вот, поэтому люди меня двигают. Если я встречаю где-то заинтересованных, нестандартных, нестандартно мыслящих, ищущих людей, это прям двигает меня, и, как правило, такое сотрудничество является более эффективным. Поэтому, ну, мне кажется, вообще самое важное, что есть в нашей жизни, это важность человеческого общения, иметь возможность общаться с людьми из разных сфер, областей, это, ну, такая большая человеческая роскошь. Можете назвать кого-то, кто вдохновляет вас? Ну, если из комиков, например, мы возьмем, то я просто поражен, например, масштабом Гарика Харламова. Потому что, если ты с ним встречаешься, это, как бы, начинается стендап Гарика Харламова, если ты с ним в караоке-клубе, это начинается концерт Гарика Харламова. Поэтому есть очень интересные люди, ну, то есть, там, в сфере юмора, вот, говорю, как тот же Гарик. Есть очень интересные ребята, всегда в продакшене, которые, там, не знаю, открывают мне новые горизонты в СММ или каких-то вещах, которые от меня были далеки. Я не вряд ли, ну, на слуху, но, действительно, это молодежь такая ищущая, с хорошим образованием. То есть, мне нравится. Я очень, наверное, если вы меня спросите, какая фобия самая для меня страшная, я боюсь постареть. Ну, не возрастом постареть тут, как бы, никуда не денешься, а именно внутренне, когда мне что-то будет неинтересно, когда... И основной комплимент, когда, потому что в основном все-таки я встречаюсь, я общаюсь с людьми моложе меня, они говорят, вот, там, вы по возрасту, там, как мои родители, а с вами так интересно, как будто мы сверстники. То есть, это самый большой комплимент. Я, наверное, панически боюсь стать неинтересным, ну, как бы, как для самого себя, который не пытается что-то искать, пробовать, смотреть, так и для окружающих. Поэтому это очень классная история, и мне очень комфортно и в нынешнем моем статусе, и в нынешнем моем возрасте. Что вы считаете своим, самой такой большой неудачей в своей карьере? Ну, еще раз, формально это, конечно, вылет с Рубином, но, еще раз повторюсь, я там давал огромное интервью Василию Уткину, там, где я подробнейшим, то есть, там, ну, там реально повлиял форс-мажор, которых никогда не было, и которых, я надеюсь, никогда ни у кого тренера не будет, когда у него там весь иной состав по ходу сезона просто берет и уезжает, потому что UEFA разрешает им это сделать. Ну, то есть, как бы, поэтому я даже, ну, то есть, я не знаю, как это оценить, то есть, это, как бы, фейл, да, но он, ну, связанный с форс-мажором. Здорово. Говорили, недавно была новость, что вас в Динамо приглашали, но все потом опровергли. Знаете, как, Личердор, если говорить о том, куда тебя приглашали, не приглашали, с кем ты разговаривал, не разговаривал, то есть, это такая, знаете, бабушки около подъезда, которые говорят, что-то из этого правда, что-то из этого неправда, но это не имеет никакого значения, если это не заканчивается подписанием контракта. Поэтому все эти разговоры, они, они, они очень пустые. К сожалению, без них нельзя, потому что, чтобы подписать контракт, нужно пройти большое количество, там, стадий переговоров, там, обсуждений и все остальное. Но, на самом деле, стоит обсуждать только, там, ты заключил или не заключил контракт, а что этому предшествовало, абсолютно неважно. Я просто обязана задать этот вопрос про, про ваш этап в жизни, про Уралан, потому что я родом из Калмыкии. Очень крутой этап. Кстати, сейчас я был, вот, был два дня назад в Волгограде, у нас был инспектор из Элисты, и привез мне такую тарелку красивую, такую, как называется, буддийский храм, я все время забываю, основной идет, эти барабаны, вот, 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 с этим сображением, поэтому... Вот, большой, новый храм. Да, да, да. Вот, ну, это очень крутой этап в моей жизни, и, как бы, мне очень жаль, что в Элисте сейчас нет недостойного профессионального футбола, недостойного детско-юношеского футбола, потому что, ну, как бы, этот этап, когда, там, Уралан гремел, играл в Российской высшей лиге тогда еще, у нас был очень интересный дубль, я сначала работал в дубле, потом уже, когда вылетели, работал с основным составом, ну, то есть, у меня очень много друзей, и никогда не забуду, когда мы, там, смогли занять второе место в турнире дублеров, когда 11 ребят было местных из калмыцкой школы, соответственно, ну, то есть, как бы, этого никогда не было. Дубль был популярнее даже в какой-то, в тот момент, как раз. Да, 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 и там все ходили и кричали, там, дубль на поле. Да. Это не нравилось тренером основного состава, то есть, мне болельщики создавали проблемы, скажу честно. Мы кричали, мы кричали. С вами своими выкриками. Вот, но я понимаю, что вы приходили болеть просто за своих ребят, потому что дубль состоял, в основном, ну, ребят из Калмыкии, вот, и всегда очень приятно, когда они вдруг, там, обыгрывают Динамо, или Спартак, или ЦСКА, блин, наши местные мальчишки. Это всегда такое, как бы, классный был пример. Поэтому, ну, у меня очень хороший был этап, и в плане результата, и в плане взаимодействия, и в плане, как ко мне относились, ну, ну, то есть, я с большой теплотой вспоминаю свой этап. Индостинский опыт. Я как раз хотела к дружбе подвести. Много ли у вас друзей? Ой, ну, на самом деле, наверное, много друзей не бывает, но вот в моем случае у меня достаточно широкий круг общения. Причем это и футбольная среда, в основном футбольная среда, потому что все равно профессиональная деятельность диктует основные интересы. Но у меня также остались и школьные друзья, и подруги, и, там, университетские. И, ну, то есть, как бы, нет, у меня достаточно широкий, большой круг общения, вот, и как раз-таки, когда ты не в тренерстве, потому что, если ты тренер, ты даже не можешь себе позволить отвлечься на просто ничего не значащий звонок. Потому что это разбазаривает твою энергию, и ты не имеешь права, ты должен фокусироваться только на работе. Поэтому сегодня у меня, да, такая есть счастливая возможность много общаться с людьми, с которыми я, там, недообщался последние, сколько, 20 лет своей активной тренерской деятельности. О чем мечтает Леонид Слуцкий? Мечта, ну, она точно в моем возрасте подразумевает какие-то глобальные процессы, поэтому вот тренерская деятельность тебя отучила мечтать. Поэтому мечтаю получать удовольствие от каждого дня, заниматься тем, что интересно, что классно, что нестандартно, и что может вызвать у тебя любой вариант эмоции. А вот удовольствие, какой самый лучший день? Ну, вот, ваш идеальный день. Если бы мой был прям вот идеальный день, ну, то есть, раньше это было так, что ты летишь в Лондон прямым рейсом, идешь на Стэнфорд-бридж, смотришь матч, не знаю, Челси, Монт-Сити, потом идешь там с друзьями в какой-нибудь шикарный ресторан, обсуждаешь этот матч, там, общаешься и улетаешь назад. То есть, все равно идеальный день у меня связан с идеальным просмотром футбола, самого лучшего. Вот, то сегодня, наверное, идеальный день, если его взять не футбола, то, ну, не знаю, там, поиграть в теннис, сходить с друзьями поиграть в квиз или в театр, и потом какой-то, опять же, дружеский ужин, общение, шутки, прибаутки, приколы и все остальное. Но, еще раз говорю, в идеале всегда самое классное было это посмотреть прям мирового уровня футбол, и раньше это можно было спокойно делать в режиме одного дня. То есть, ты полетел, все прошло, и в ночь улетел назад. Вот, сегодня таких возможностей нет, но ты, я пытаюсь, еще раз говорю, я начал за это время заниматься и йогой, и больше теннисом, и рисую, и ходил в театральную студию самодеятельную. Ничего себе. Можно ждать актера, актерского, вашего опыта? Ну, вряд ли, наверное. Ну, не, ну, еще раз говорю, если кто-то позовет, мне было бы интересно себя попробовать, потому что я, как вы поняли, уже берусь за все, вот, с разной степенью успешностью, но с большим желанием на все это, поэтому я не знаю даже. Ну, это очень круто. Будет вариант, я бы попробовал, не будет варианта, я тоже сильно не расстроюсь на этот счет. Это очень круто, поэтому, наверное, вы и не стареете, потому что вам все интересно, и когда есть интерес, мне кажется, это и движет в развитии. Ну, да, ну, просто, как бы, еще раз говорю, когда ты работаешь в футболе, ты настолько вот в этом живешь в мире, и многие мне сейчас люди из сферы футбола не верят, что как бы, то есть ты вырвался из этого мира, и тебе хочется, знаете, всего попробовать, все успеть, все как-то сделать, а это сложно в таких коротких временных рамках, вот. Поэтому футбол, несмотря на то, что это дело жизни и доставляет тебе основные эмоции, положительные, отрицательные, все-таки это одна из частей жизни, да, самая важная, самая большая, самообъемная, но вот когда такая возникла вынужденная пауза, то ты понимаешь, что в этом мире есть масса всяких интересных вещей, которыми очень круто заниматься. Героиня фильма «Москва слезам не верит» говорила о том, что в 40 лет жизнь только начинается, да, вот я могу на своем примере сказать, что в 52 года я стал заниматься огромным количеством не совсем профильных вещей, которые доставляют огромное удовольствие, от которого ты черпаешь огромные жизненные силы, и поэтому в какой бы ситуации вы не были, как бы сложно ни приходилось, если вам что-то приходится преодолевать, что-то не получается, вы знаете, что такая внутренняя энергия и огонь внутри вас, он может согреть не только вас в сложной ситуации, даже если вы заблудились в Сибири лютой зимой, но и тех людей, которые находятся рядом с вами. Поэтому я желаю, чтобы огонь внутри вас никогда не запахнул. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова